Здравствуйте, друзья! Интересная тема. Опубликован отчет по развитию экономическому разных графств, каунтис в Соединенных Штатах. И представлен список 20 наиболее быстро развивающихся графств экономических. И, казалось бы, пишут авторы, что Техас, где подорвана нефтяная индустрия в значительной степени, мы не хотим сказать, что совсем уж так подорвана, но все-таки были сокращения. Но откуда там вроде бы бумирующая экономика? И вдруг выясняется, что из 20 бумирующих, так сказать, бурно растущих графств в Соединенных Штатах, 8 таки находятся в Техасе. Это не значит, что они именно в нефтяном смысле там бумируют. По-разному бывает. Мы понимаем, что экономика вещь очень и очень как бы разнообразная. Вот. Не обязательно, даже когда кризис в нефтяной отрасли, может оказаться, что какие-то элементы вот этой в нефтяной отрасли наоборот растут, чтобы скомпенсировать, скажем, упадок там каких-то других там и так далее. То есть мы все это понимаем с вами. Ну вот такая пикантная как бы фишечка. И я вот читал с удовольствием. И потом дошел уже в конце до списка этих 20 каунтис. И вот уж чего я не ожидал совсем. Я не ожидал увидеть там чего-нибудь такого калифорнийского. Мы знаем, что у нас тут дорого все, знаете как. Вот. И уж что нам тут бумировать. Такие, что вы себе думаете. Значит, из 20 бумирующих каунтис, 5 находятся в Калифорнии, что тоже неплохо. Друзья, два крупнейших штата по населению, по территории. Значит, Калифорния, США, Калифорния и Техас. И вот на них приходится 13 из 20 вот этих вот бумирующих каунтис. Если мы смотрим на Калифорнию, то мне, конечно, было интересно, где они находятся. Потому что я думал, ну, может быть, сельская местность какая-то, знаете, где-нибудь там под Сакраменто, может быть. Вдруг туда какой-нибудь Intel построил большой завод и вдруг каунти поперло. Знаете, бывает. Но там была Сан-Диего каунти. То есть большущие городища. А вот растет, бумирует. Аламиды каунти. Аламиды каунти, если вы посмотрите на карту Кремниевой долины, вот этой в Сан-Франциско-Бей-Эрии, вот так скажем, в Сан-Франциско-Бей-Эрии, то там есть залив. И вот есть то, что как бы на запад от залива, вот полуостров этот, пенинсула, где мы с вами сейчас движемся на автомобиле. И здесь две каунти, ну три на самом деле, Сан-Франциско-Каунти, южнее будет Сан-Матео, дальше будет Сан-Та-Кларо. Вот мы с вами сейчас в Сан-Та-Кларо-Каунти. А вот на той стороне залива, на той стороне залива, как раз и есть вот это вот Аламиды-Каунти. Аламиды-Каунти, очень, тоже вполне населенное место, там подешевле, чем здесь, безусловно. Вот, и там тоже масса и технологических компаний, и машиностроение там присутствует, и строительство, и так далее. То есть там много-много разнообразного бизнеса. Я уж не знаю, за счет чего именно они так рванули, но тем не менее, тем не менее. То есть вполне оживленные, и тоже, там, конечно, дешевле, чем вот все, чем в Сан-Та-Кларо-Каунти, Сан-Матео-Каунти, но там тоже не дешево, это не такое уж прям место, знаете. Растет, вот, может быть, оно потому растет, что оно дешевле, рядом с очень-очень дорогими местами, может быть, поэтому. Такая вот баечка. Счастливо! Счастливо!